Есть такой псевдописатель в России Захар Прилепин. Это не настоящее его имя, зовут этого типчика Евгений Николаевич Прилепин. Родился в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Я уже делал ролик, который назвал «Почему Захар Прилепин мразь?» Человек, который критиковал существующую в России власть, а потом вдруг после 2014 года все перевернулось и он стал самым ярым путинистом, необыкновенным патриотом. И вот в начале этого года он отправился на Донбасс и стал там защищать русских людей, которых якобы уничтожает украинская хунта. Конечно, тиражи его книг резко выросли, теперь печатают всю муру, которую пишет Прилепин. Пишет он, между нами говоря, очень слабо и неинтересно, и только благодаря вот этому своему патриотическому выпаду он стал чуть ли не писателем номер один в России. Естественно, пишет всякие солдатские байки, ну типа такой новороссийский Хемингуэй, который попал на войну и рассказывает о войне правду. В жопу бы он засунул себе свои рассказы о войне, не будь таких, как Прилепин, не нужно было бы писать этих идиотских историй. Но сейчас я хочу поговорить не об этом, а о том, что есть у Захарки интересная передача «Чай с Захаром». И вот как-то посмотрел я несколько выпусков подряд, и вдруг до меня дошло, что этот самый Захар Прилепин приглашает только людей той же самой породы, что он есть. Тех самых, так называемых, «патриотов», в кавычках, царитворцев, которые изо всех сил своих лежут из кожи вон, как бы угодить нынешней власти. Что бы такое сделать, чтобы показать свою лояльность? Так вот, я сделал небольшую подборку из этих людей, потому что считаю, всех этих приспособленцев редкой породы надо знать в лицо. Все эти Калашниковы, Михалковы, Меньшовы, Пучковы и прочие добьются того, что в конечном счете их страна развалится. Но все вот эти, вцепившиеся в свои места, Толстые, Вассерманы, Елизаровы, Болдыревы, Охлобыстины, все они поднялись, и их карьеры начались сейчас, именно в это время. И благодаря тому, что они начали активно вылизывать зад этой сегодняшней власти. Неужели вы думаете, что они когда-нибудь откажутся от своего положения? Неужели вы думаете, что такие, как Лимонов и прочие, просто сложат ручки и скажут, ну да, а теперь мы дадим возможность родиться демократической стране, и в этой демократической стране нас будут судить за сотрудничество с режимом? Конечно же нет. И поэтому я думаю, что впереди у России очень неспокойные времена. Рано или поздно история, колесо истории заставит развернуться Россию к цивилизованному миру. И тогда вот эти самые гниды будут бояться за свою жизнь, потому что перед ними будет абсолютно четкая перспектива ответить за свои слова и за то, что они делали. Особенно те, которые работали на телевидении и активно пропагандировали, прекрасно понимая, что ничего общего с правдой или с объективностью это не имеет. Поэтому я сделал этот ролик для того, чтобы когда пройдет время, мы смотрели, как эти гады перевернутся и будут рассказывать, что они ничего не понимали, что на самом деле в душе они ненавидели Путина, что на самом деле они были против всего этого. И конечно же, они любят украинский народ. И конечно же, они за мир во всем мире. Захар Прилепин отозвался о деле Кирилла Серебренникова, за то, что его теперь начали травить в России. Мне плевать на Серебренникова. Он брал деньги у режима и сейчас пострадал от своей же лояльности. Это ждет очень многих, и я уже говорил об этом. Но мне интересно, что Захарку это зацепило. Вот что он пишет в своем фейсбуке. Цитата. «Не потому, что хочу о себе, просто показательно. Завтра, допустим, меня начнут судить за терроризм и создание незаконных вооруженных формирований. И одна половина ленты начнет говорить про то, что доигрался, или пусть решит закон, пусть даже и европейский, а почему бы и нет, он же такой честный. А другая про что-нибудь другое, ну типа про художника или, скажем, Пестужева-Мерлинского на Кавказе». Вот это написал Захар. Рассуждает он о том, что все-таки потенциальная возможность того, что его могут судить за терроризм, где-то мыслишко это в голове его шевелится. Какая-то журналистка ответила на это его послание такими словами. «Да, Захар, безусловно, начнем когда-нибудь судить. Мне хотелось бы ее подержать. И самое главное, сказать тем людям, у которых еще есть совесть, чтобы они запомнили этих людей. Вот этих самых людей, которые приходят на чай к Захару Прилепину для того, чтобы продолжать свою пропагандистскую деятельность. Для того, чтобы их режим, который им очень нравится, благодаря которому они стали зарабатывать большие деньги, никогда не закончился. А тогда, когда он закончится, их необходимо призвать к ответу». Субтитры создавал DimaTorzok